Андрей Андреевич, здравствуйте. Громадное спасибо, что нашли время. Да, добрый вечер, Владимир. Андрей Андреевич, ну, с чего хочу начать, тема, о которой многие говорят, заявление, которое поразило Украину, да и не только Украину, знаете, весь цивилизованный мир, как это принято говорить. И Песков фактически прямо сказал, ребята, украинцы, если вы хотите жить спокойно, соглашайтесь на уничтожение своего государства, либо тогда других вариантов у вас нет. Вот это я, конечно, огрубляю, было сказано более завуалировано, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, Андрей Андреевич, вот учитывая последние четкие заявления, наконец-то, четкие заявления Макрона относительно этой преступной войны, относительно того, что Папа Римский сказал уже четко и даже сравнил то, что происходит в Украине с Голодомором, можно ли сказать, что вот эти заявления, последние зверские действия Российской Федерации, наконец-то пробудили тех даже сомневающихся, ну, не то что сомневающихся, но ту часть политикума, который оставался в неком нейтралитете, что ли? Ну, вот Макрон и Папа Франциск как раз очень показательные точки вот этого сегмента мирового западного политика, но они делали все, чтобы найти какие-то, ну, если не оправдания, то, ну, Путин Ферштейн классический. Но я бы добавил к этому процессу еще, ну, просто тектонические изменения в сознании немецкого политического класса после визита в Киев Штанмайер и особенно его речи 28-го, кажется, октября. Она уже названа такой самой главной внешнеполитической речи, прозвучавшей Германии после Второй мировой войны. И это действительно очень показательно. Штанмайер – мужественный человек. Не потому, что он там час просидел в бомбоубежище в Украине, но он нашел в себе мужество признать свои ошибки. Он признал ответственность и свою личную, и всего немецкого политикума за всю эту Путин-Ферштейн-линию многолетнюю. Ну, это же Штанмайер стал на Украине почти знаковым мемом. Помните эту? Конечно. Ну, конечно, все помнят формулу Штанмайера. Ну, например, вот эту знаменитую фразу нашего Робинтропа. «Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с ключка Минских соглашений формулу Штанмайера». И вот этот Штанмайер произносит совершенно долгие речи. Понимаете, оказывается, вот то покаяние, которое немецкий политический класс в течение десятилетий провел после Второй мировой войны за преступления, за пустительство гитлеровским преступлениям, оно отложило свой отпечаток. В немецком политическом сознании все-таки закрепился какой-то нравственный элемент. И вот я читал всю эту речь Штанмайера. Он перечисляет там все преступления Путина. Путин сжег, испепелил, испепелил всю европейскую систему безопасности. Он уничтожил все, во что мы немцы верим. И он сделал все до последней строчки, чтобы сказать. Он этого не сказал, но в этом был смысл его выступления. Путин – это Гитлер сегодня. Если Штанмайер это не довел до конца, то это сделал сам Путин. Ну, было два взаимодействия. Мы привели одного, Пескова, а ту же мысль, еще более ярко и образно, как это обычно этот колхозник делает, выразил Лукашенко. Понимаешь, Лукашенко? Причем заявление Лукашенко не менее аутентично, даже более, чем Пескова. Он физически в этот момент, когда он произносил этот чудовищный вид, он находился в нескольких метрах от живого Путина. Это же происходило в кулуарах саммита ОДКБ в Ереване. Совершенно верно. И если кто-то до конца не понял мысль Пескова, то ее развил Лукашенко. Я повторю его, это не отдельная фраза, это развернутая логическая система. Владимир Владимирович 24 февраля поставил задачу уничтожения украинского государства. Так он и сказал. Но сейчас Владимир Владимирович поставил другую, гораздо более серьезную задачу. Если Украина не примет решение необходимое России, то встанет вопрос об уничтожении украинского народа. Песков, как вы сказали, завуалирован был, сформулирован. А этот колхозник прямо сформулировал задание Путина. Речь идет о уничтожении украинского народа, о геноциде. Ну, не я один, я это в своем твите отметил, но нашли, это абсолютный ремейк, нашли цитату из Гитлера. Это, значит, Путина, это мы привязываем к 24 февраля, к 9 месяцу. А у Гитлера знаменитая речь в Рейхстаге 17 июля 1940 года. Если руководители Великобритании не примут абсолютно разумные законные требования к Германии, то они не смогут прекратить страдания английского народа. Даже слово «страдание английского», «страдание украинского» – это полный копиплей, как говорится. И что самое важное, Песков не взял свою цитату из Гитлера, переведяясь в немецкому. Нет, это показывается, их мышление одинаковое. Но Путин – это Гитлер сегодня, это он сказал сам, это про него сказали Песков и Лукашенко. И это, в общем, понял западный мир. Вот вы привели реакцию Франциска, Макрона. Ну, с каждым днем все более жесткие заявления делает генеральный секретарь НАТО Стоутенберг. А я помню, вот как мы все возмущались в ноябре-декабре. Вот стандартный такой стендапчик, стандартный, что каждый день. Он выходил и говорил, мы ни в коем случае не будем, наши солдаты не будут. Ни в коем случае мы не будем на нового флайзера. Ни в коем случае не то, ни в коем случае не что. Ну, он как бы приглашал Путина. Ну, мы понимали, всем понятно, что воевать, терять жизни за свободу и независимую Украину, а на самом деле за свободу и независимую Западу, они не готовы. Ну, ладно, и мы понимаем это. Но зачем об этом было каждый день говорить этому новому Гитлеру, толкая его на эти преступления? Ну, и опять же, его обычный смысловой ряд. Задача нашего замечательного союза – ни в коем случае не допустить эскалации, ни в коем случае не вступить в прямой войну. Ну, все это, конечно, подчиняло Путина. Сегодня он говорит, отвечая на вопрос о переговорах, он отвечал, что, знаете, войны, исход войн-то обычно решаются не за столом переговоров, а на поле боя on the battleground. Так что всех этих доброхотов он посылал на бета-граунд, на то самое поле боя, на котором Украина одерживает бесспорную победу над этим новым Гитлером. Эти изменения громадные. Если взять того же Макрона, Стоутенберга, Папа Франциска. Вот есть две... Какой процесс происходит сейчас, как я его вижу в Вашингтоне, после того, как полностью была отвергнута идея переговоров, полностью победила точка зрения Остина и Блинкена о победе, а не поражении. Почему не выдается набор вооружений? Да тут не только для набора народа. Я сошлюсь на мнение, я его часто цитирую в этот день, он очень показательный, российский военный эксперт Ходоренок. Это человек генерального штаба, и то, что он говорит, уверяю в вас, это мнение каждого работника генштаба. Он в ответ на дурацкую реплику знаменитой этой нашей Скобеевой, ну, которая, конечно, закончит на скамье подсудимых процессы военных преступников, и даже как никаких гендерных смягчений для него не последствует. Я вот для меня два самых отвратительных преступника, это Путин и Скобеева сегодня. Как она радуется, когда ракетируют такого генца. Вот это шестичасовой оргазм ежедневный, только на одну тему. Что уничтожено в Украине, что сгорело, сегодня она радуется. Вот они там какие-то центры безопасности создают. Так там уже света нету, там уже ничего нет. Нет, это непостижимо вообще. Ну, это страшно для русского народа. Это значит, что нам придётся лет 20 проводить через процесс внутреннего демансификации и покаяния за эти преступления. Да. Но вот она пыталась внушить этому эксперту Ходорёнку. У американцев, знаете, уже кончаются запасы оружия. Он её очень резко оборвал. Вы знаете, у них ничего не заканчивается. При желании они, очень обратительно на каждое слово, при желании они могли бы завершить эту войну в самые кратчайшие сроки. Ну, он повторил, и это очень важно. Это мы говорили с вами всё время, это грыли американские. Теперь мы знаем, что это прекрасно сознаёт и российский генеральный штаб, что передача вот тех вооружений, которые мы... Для этого не нужны никакие решения Конгресса. Финансово это давно уже обеспечено. Для этого не нужны никакие новые производственные мощности. Всё это есть на складах. Американцы могут завершить эту войну, вернее, позволить украинцам, помочь украинцам завершить эту войну в течение нескольких недель. Вот на что их останавливает? Ну, вот эти традиционные соображения. Вот когда украинцы совершенно не могут понять это, я им привожу, по-моему, очень выигрышную и убедительную аналогию. Ну, вот Байден такой пожилой, нерешительный джентльмен. Вспомните другого американского президента. Буша отца. Он победителя в Холодной войне. Они с Аркадем разгромили Советский Союз. После этого в 1991 году разгромили Саддама Хусейна. Стремительная, блестящая военная операция. В августе 1991 года он приехал в Киеве. И этот победитель во всех войнах почти умолял украинцев. Да не надо вам объявлять никакую независимость. Помните это знаменитое выступление? Да все замечательно. Горбачев отличный человек. Мы с ним умеем ладить. Давайте оставайтесь. Почему? Они... Вот это типичный американский страх перед неизвестностью. Вот они привыкли к серьезной опасности. Они ее привлевели. Они победили врага. И они боялись неизвестного взрыва хаоса. Вот распадалась, на их глазах распадалась российская... Не советская, а российская почти тысячелетняя империя. И вот сейчас это параллель, да, такая? Так она не прямая. Она сильнее сейчас. Так она же не распадалась. Она полуэффективно распадалась. Она сейчас распадается. Она распадалась. Империя не в 1991. Она сейчас распадается, когда ему плюет в физиономию Казахстан. Когда Пашинян отбрасывает, не подписывает коммуникер, развалившийся АКДБ. Когда Рахмонов и кто это там, Бердей Мухаммеев, говорят ему в стране, не смейте, разговаривают с нами, как с союзными республиками. Когда Азербайджан уже фактически создал, не фактически, а юридически создал совместную армию с Турцией. Вот когда все это сыпется. И я же здесь нахожусь, я слышу, как вся эта российская агентура, она пугает вот этой слабостью. Она говорит, раньше, еще месяц назад они запугивали американцев своими посейдонами, сарматами, хренатами. Сейчас они пугают своей слабостью. Вы понимаете, вот если сейчас все рухнет, да, но Украина становится из идеальной целостности. А там-то, на той стороне границы останется громадная территория. При таком унизительном поражении Путин потеряет, не только Путин, мы все потеряем власть. Будет хаос в России, будет смута. У нас уже есть частные армии, Кадырово, Пригожино, будет гражданская война. И это работает, работает. То есть это история о том, не надо унижать Россию, как говорили, да? Не потому, что они так любят Россию, а потому, что это приведет к хаосу на громадной территории. И это может создать... Вот этого боялся Буш в 1991-м, а сейчас-то они боятся посильнее. Потому что сейчас настоящие развалы Российской империи. Настоящие. Это аргумент. Но сейчас есть вторая чаша этих весов, на которых вот то, что Лукашенко и Путин назвали страданиями украинского народа, а Гитлер называл страданиями английского народа, вот что перевесит. В конце концов, вот эти опасности, они, да, серьезные, но они воображаемые, они когда-то... Но ради вот того, чтобы обеспечить себя от каких-то рисков, спокойно смотреть на уничтожение украинского народа, я не верю, что Запад на это способен. Мне кажется, как раз вот сейчас вот эта вторая чаша весов начинает перевешивать. И от позиции победа, которая тоже недаром далась. Я вот... Хорошо, я сначала скажу, какой переход мы живем. От позиции победа в Запад приходит. Победа стремительная, немедленная и безоговорочная победа. А как мы шли к этой победе? А помните, с чего начиналась позиция того же Байдена? Еще чуть больше года прошло с саммитом в Женеве Путин и Байден. Там он позорный был совершенно. Байден, как попугай, повторил формулу Путина. Зеленский пусть идет и выполняет Минские соглашения. Но, правда, на следующий день он был встречен с заголовками новостей в его же демократической прессе. Путин получил от Байдена все, что хотел. Так что, опираясь на друзей Украины там, на ту школу внутри Байденского центра, которая всегда стояла с первого дня за победу в Украине, на блестящее поведение и позицию украинской дипломатии. Мы прошли громадный путь от этих сомнений, от точки зрения «мы не допустим поражения», до точки зрения «победы» осталось с Западом вместе сделать последний шаг. На фоне вот этих чудовищных преступлений России победа должна быть сокрушительной и немедленной. А сейчас, Андрей Андреевич, я предлагаю немножечко изменить вектор разговора. Мы с вами общались в последний раз где-то, знаете, месяца полтора назад. И вы тогда четко проанализировали с вашим математическим складом ума о том, что случится это знаковое событие – возвращение Херсона домой, в Украину. Это свершилось. И вот, как по мне, вы были абсолютно правы, это на самом деле знаковое и веховое событие этой страшной войны. Скажите, пожалуйста, согласитесь ли вы со мной в том, что да, это событие во многом знаковое, но один из главных аспектов тут – это то, что в окружении Путина, в том самом бункере, теперь нет ни единого человека, который был бы уверен в успехе России в этой войне. Вы согласны со мной? Или есть уже такие люди, которые еще фанатично верят? Абсолютно. Вы просто повторяете тот тезис самостоятельный, разумеется, который я повторяю каждый день. Кстати, меня часто упрекают, что вот вы предрекали какие-то фундаментальные события после освобождения Херсона. А где же? А вот вы мне помогли, я абсолютно соглашусь. Произошло именно вот это фундаментальное событие. В бункере не осталось ни одного человека, который верит в возможность российской победы и который не понимал бы, что война проиграна и победу одерживает Украина. Ну, почему мы так уверены? Ну, по изменившейся риторике основных споксов, ну, послушайте, возьмите, они же все это поняли. Возьмите, например, такого военного преступника Захара Прилепин, который вот уже восьмой год выезжает периодически на сафари пострелять укропов. Он и сказал недавно, что вот он только что оттуда вернулся. Да, может быть, Скобеева верит. Извините, я поправлю и себя, и вас. Мне кажется даже, что это... Вот Попов не верит, конечно, а вот Скобеева уже тоже истериковал, что у нас ничего нет, мы ничего сами... Ну, бог с ним, Попов, я главного идеолога. Так он недавно с ней спорил, очень долго, вот самое громкое. Он, вот этот негодяй, говорил, что удары по городам, они не могут привести к победе. Они не сдадутся, они не такие вещи никогда не приходили к победе. Нам необходима пауза. Им, да, он повторил, первый удары по городам не приводят к победе. Мы не можем победить украинцев. Дальше дело вывода. Нам нужна пауза. Как? Нам нужны переговоры. Как? С кем? В ужасе воскликнула Скобева. С Зеленским? Да, с Зеленским, ответил военный преступник Пригожин. Извините, они оба военные преступники. Вы не оговорились. Прилепин, да. Да, с Зеленским. Ну, а как же, мысль тоже так. А как же, так и Херсон. Ну, и здесь он все-таки, этот мысль, новое его мышление, он не мог не оставаться преступником. Ну, как-то нужно было совместить с позицией. Да ничего, мы все отдадим. Мы отдохнем несколько лет. Мы соберем еще миллион мобилизованных. Мы накопим оружие, и потом мы довоюем эту ситуацию, как это было в Хасабьюпте. Ну, вот такой поток сознания, понимаете. Но это означает то, что негодяй, это еще раз подчеркивает. Но это ничего нового. Но то, что новое, что он понял, что война проигрывала. А обратите внимание на того же, не случайно я вспомнил об этого военного преступника Пригожиной. А вам не казалось странным вот его неоднократные уже назойливые комплименты в адрес украинской армии, в адрес украинского руководства? Солонку стелит, да? У него, он вообще очень амбициозный, очень самостоятельный человек. Но вот эти два самых заметных полевых командира, Пригожин и Кадыр, и это тоже следствие необратимых изменений. Они уже мыслят себя в постпутинской ситуации. Так же, как и все другие. Только вот эти, они вооруженные люди. Они каждый увеличивают количество вооруженных людей, лично преданных ему. Смотрите, что делает Кадыров. Он не просто чеченцев готовит. Он же организовал там очень такой оборудованный по современным средствам центр подготовки, на который привозят все территориальные батальоны со всех регионов. То есть он создает просто свою личную армию. Уже не на чисто этнической основе. То же самое делает Пригожин. Вот самые последние данные, сегодняшние, вчерашние, статистика тюремная российская. Количество заключенных мужского пола снизилось на 23 тысячи. Ну, и они всего Пригожина. Но он не тот человек и так далее. Они усиливают свой военный потенциал в неузбежных внутренних разборках, которые начнутся после ухода Путина. А почему он уйдет? Потому что вот давайте продолжим вот эту линию необратимые последствия инфекциона. Пункт первый. Никто не верит в победу. Пункт второй. А чем же они должны сейчас думать? Они все ненавидят Украину. Они хотели Украину. Но сейчас им некогда об этом думать. У них есть более важная задача. Более близко к собственной шкуре. Как удержать власть плюс громадную собственность, власть в России – это громадная, плюс, вообще-то говоря, свою жизнь, в стране, в диктатуре, в автократе, терпящей военное поражение. Это почти неразрешимая задача. Им нужно сохранить. И их цели тут не совпадают. Путину уже невозможно сохранить власть. А, во-первых, каждому из них, каждый из них понимает, что сохранить власть без Путина ему дастся легче, чем с Путиным. Ну, в переговорах с тем же Западом, нажимая вот на ту же западную слабиную струну. Вот они и готовы. Вот мы готовы. Вот Путина нет. Все боялись. Мы гаранты стабильности. Да, мы понимаем. Андрей Андреевич. Да. А тогда, я прошу прощения, что перебиваю, тогда возникает резонный вопрос. Если Пригожину и Кадырову проще будет без Путина, если у них есть своя армия, у каждого из них, они могут ли, собственно, эти люди сыграть в такую игру? Они приносят, условно говоря, голову Путина на тарелке и говорят Западу. Смотрите, вот мы освободили Россию, теперь имейте дело с нами. Или этот вариант невозможен, по-вашему мнению? Они с удовольствием осуществили этот вариант, но я сказал, что это только две армии, которые на виду. Есть еще армия Генштаба, но хотя бы тот же, тот, что называлось раньше ГРУ, а сейчас называется РУ. Они ждут малейшего колебания в верхах, чтобы физически ликвидировать немедленно и Кадырова. И, ну, поставьте себя на место российских генералов, которых эти люди там месяцами требовали расстрелять босиком, босиком посылать солдатам на фронт искуплять. А есть еще четвертая армия, а это ФСО. Я не говорю, ФСБ это самостоятельная структура, а совершенно самостоятельная ФСО, какие-то личные янычары, преданные Путину и так далее. Это каждый мечтает о том, чтобы освободиться от Путина и предъявить себя в качестве разумного переговорщика Запада. Но слишком много таких мечтателей. То есть Херсон уже сработал, гражданская война, она уже идет в Россию.